Поселок Новокрученинский Читинского района, идиллия Забайкальской глубинки со следами современной цивилизации на улицах в виде мусора, собак и подержанных иномарок. Сосновый лес рядом, фактически на территории села. Отсюда особый неторопливый ритм жизни и некая надежда, что проблемы большого города не добрались до местных жителей. Даже несмотря на звонки с жалобами на управляющую компанию Домувид, вот из этой двухэтажки, где живут в основном пенсионеры. Вот трещины на стенке, вот трещины тоже. Крыша бежит. Ремонтируют, а толку нету. Вот залезем на крышу, посмотрите, как там красиво. Управляющую компанию обращались, что они им говорят? А что толку-то? Вот они пришлют рабочих своих. Вон они как работают. Безответственно. Я вижу, у вас тут трудовая инспекция решила, что ремонт крыши вас капитальный запланирован только на 38-40 год. Вот-вот. И чего мы доживем-то таких лет? Нет, конечно. Вот, видите, должно оно закрыто быть, замкнуто. Оно все открыто. Пошли на лестницу. Писать еще, посмотрите. Здесь нужно взять паузу, чтобы перевести дух. Что это? Так довести человека, что она в свои 73 взбирается на чердак как подросток? Или это бойкий характер наших пенсионеров, не дающий жить спокойно властям и же с ними? Вот какие дыры. Оно все текет сюда, на потолки. Вот какие. Вон там. Дыра от пожара. Вот как закрыли ее. Красиво. А с подъезда просто ДВП прибили. Красота. Вот, смотрите, какая крыша красивая. Вся цветная. Вот печки наши были. О, везде дыры. Пошли дальше. Ну, пошли дальше. Теперь поквартирный обход, организованный Ниной Ивановной для нашей съемочной группы. Дом постройки конца 60-х годов прошлого столетия еще крепкий, требующий только внимания до ликвидации последствий небрежного отношения. Я здесь и молодежь гоняла. Вот, посмотрите, какие мне сделали полы. Они были, ну, они сгнившие были. И у нас пол провалился. Когда упала подпорка, на которой держалась лага, на которой держались полы, протекла, когда труба разбила эту кирпичную подпорку. И полы-то провалились все у нас вообще. Ну, и вот они сделали вот такие полы. Ну, блин, за это спасибо. Спасибо, что так не бросили. Я бежала даже в комнату под пол все. Ну, наконец-то мы добились, они сделали. И вот мне больше на тей момент ничего не надо. У меня не пахнет в квартире канализация. У меня не бежит под пол. За что мы деньги платим и немалые, спрашивали пенсионеры у нас. На наш встречный вопрос, куда смотрит администрация, пенсионерки только отмахнулись. Это орули местной власти в святом деле улучшения жизненного комфорта своих избирателей. Ну, приезжала, головой кивала. Один раз Вера Акимовна сказала, что нам просим у вас расселить всех. Ну, квартир нет. Вот проводку сама делала. Она не обошла 17 тысяч, эта проводка. Вот. Потому что все приходится покупать. Так у управляющей компании вообще что делать-то? Деньги собирать. Но, в принципе, она ничем не помогает. В чем прелесть репортажа? Да в том, что не требуется лишних слов, чтобы очертить круг проблем. Равно как и сложно извратить настоящее. Все видно невооруженным взглядом. Да и просят, а пенсионеры немного. По-советски нетребовательные, простые люди. Они пекутся только о самом необходимом, когда уже совсем жить не в МГАТУ. Дверь ставили 13-го, 12-го месяца, 18-го года. Установили новые деревянные двери, которые месяцев через 5-6 стали разваливаться. Эти двери много раз ремонтировались. В подъезде два ветром разбило и сорвало дверь. Эта ломаная дверь куда-то исчезла. Там вообще дует все. Нина Ивановна что-то вроде старшего по дому, взвалившая на свои бойки характер переписку и перезвоны с управляющей компанией, администрацией, правоохранительными органами, фондом капремонта и трудовой инспекцией. Но далеко не все получается. Отвыкли у нас слушать просьбы пожилых людей. Была инспекция, 15-го июля приезжала, дали предписание, чтобы поставили двери, отопление сделать, козырек в подъезде и лампочку нам на площадке. Вот из этих всех пунктов только выполнено одно, поставили лампочку, все. Больше никаких трава не кошена. Я не знаю, за что мы платим деньги этой управляющей компанией. Стоило вынести эту фразу, за что мы платим деньги в заголовок многих наших сюжетов, ну или другую. Кто наведет в Забайкалье элементарный порядок. Дарья Калинина, Юрий Житлухин, Евгений Погорелый, ЗАП-ТВ. Дарья Калинина, Юрий Житлухин, Евгений Погорелый, ЗАП-ТВ.